Так, всем доброго уже подходящего вечера. У меня последнее выступление, все же, наверное, как вы устали вообще? То есть 5 часов вечера, со скольки начала было? Сегодня просто к 12 приехал. У кого как, у нас в 7, у кого-то с 9, у кого-то с 11. Вы живые вообще еще насчет воспринимать информацию? Потому что я пока тоже походил, послушал, и уже думаю, блин, как же плохо, что я не в 10 утра, а в 5. У меня сегодня тема вообще про продажи. Я совершенно отличаюсь от, наверное, большинства спикерам тем, что основное, чем мы занимаемся, связано с битриксом процентов на 10, наверное. Надо сюда, на стену. На стену? А где? На какой? В угол, да? Да, у нас оба спикеры все время работают. Пью. Переключите нам слайд, пожалуйста. У нас были небольшие правочки сейчас в презентации. Я могу говорить, переключите слайд и все. Так, у меня тема про, как выстроить направление продаж и производство в битрикс 24, основные ошибки. Почему мы знаем много про основные ошибки? Пожалуйста. Все? А, я представлюсь. Меня зовут Алексей Рязанцев. Это единственное, по-моему, что вы знаете с описания. Я руководитель консалтинговой компании S2B Consulting Group, бизнес-консультант. Основной, чем мы занимаемся, мы строим отделы продаж с нуля и увеличиваем эффективность имеющихся отделов продаж. Я автор пяти книг, в том числе от бестселлера «Повышение эффективности отдела продаж за 50 дней». Порядка 9 с копееками тысячи руководителей, учредителей компаний были на наших тренингах, семинарах. Более 180 консультаций и консалтинговых проектов. Я эксперт журнала, генеральный директор коммерческих дел. И порой преподаю в магистратуре. Это моя высшая школа экономики. То есть Bittrex – это 20% нашей работы. Но как мы туда пришли? Определенные процессы в компаниях, которые мы раньше делали в Excel, в Word, в Google календаре, оказалось, что можно свести в один инструмент и решать их более автоматизированно. Но за последние 6 лет работы с компаниями по развитию продаж у нас накопился определенный опыт проблем, который можно решать определенными инструментами. И поэтому я сегодня как раз об этом. Кто ездит на встречи, продавая Bittrex 24? Можно подождите, я посчитаю мне хоть раз, два, три, четыре. Человек 12. Я на самом деле считаю, что это достаточно героический поступок с точки зрения, когда у нас 6 лет практики всяких шишек и решения и лечения проблем в компаниях, и мы знаем, как их завернуть на инструменты Bittrex. И когда, например, у вас, я не знаю, если там веб-студия или вы Bittrex продаете относительно недавно, то это очень тяжело, потому что определенные инструменты должны утыкаться в проблемы в бизнесе. Вот. И от этого клик… Следующий можно, да? Так. Все, все, все. А, вот так, да? Все, окей. Так, о чем хочу поделиться. Мы часто переделываем за какими-то студиями, да, когда мы приходим в проект, нам говорят, у нас Bittrex есть, но нифига не работает. И проблемы до такой степени смешны… Кто переделал когда-нибудь за кем-нибудь? О, намного больше, чем продают, по-моему. Вот. Проблема в том, что каждый раз, когда нам приходится переделывать за кем-либо, мы видим то, что компания, которая внедряла, совершенно не понимала процессов бизнес-моделей клиента. Там из последнего у нас была компания застройщик загородного строительства в Санкт-Петербурге. У них в этапе сделки не было встречи, да, то есть у них там было что-то, там, прием звонка, перезвон, еще что-то, да. И вот встречи там не было, то есть это вот загородные дома покупают, позвонили, сказали, у вас там такой дом есть, есть, меня устраивает, карточкой могу оплатить, хорошо, до свидания. Так не покупают, там, проекты за 6-10 миллионов, вот. Это не было учтено, да, то есть тоже говорить про какую-то более точную настройку. Вот, поэтому если говорить о проблемах, одна из, наверное, проблем номер один, когда продают там технические специалисты, программисты, в том, что нет понимания системных решений проблем в бизнесе, да, то есть наш опыт там совместной работы с компаниями, которые внедряют там CRM-системы разные, не обязательно витрикс показывают, то, что чаще всего натягивают какое-то типовое решение на компанию, да, то есть вот возьмем и натянем, как-то работает, но результата нет. И потом надо свалить по-быстрому, потому что когда они поймут, что ничего не работает, надо бы уже акты подписать. Вот, вот так. Поэтому я вот написал, для старта очень важно разбираться в модели продаж клиента. Вот, и это на самом деле намного, это не настолько сложно. Из тех вот 10 рук, кстати, кто был, кто понял, что проблемы и решения их в бизнесе вполне себе такие типовые? А? Можно выше? Нормально, я думал, что человека три будет. Вот, смысл в том, что первая встреча, вторая, третья, еще ладно. На десятую становится понятно, то, что если, блин, не собирают базу, да, то это почему-то у всех ведет к росту продаж, если мы ее собираем, потом с ней работаем. Если мы описываем бизнес-процессы там по коммуникации с клиентской базой, почему-то это дает результат без разницы. Кирпичи не продают, там, кроссовки или стройматериалы еще какие-то, да, то есть без разницы, да, то есть проблемы типовые, решения тоже типовые. Я не говорю, что все есть 100%, да, то есть есть кастомизированные решения под конкретные бизнес-модели, продукты и так далее, которые дают результаты, но определенный пул, он типовой. А у кого в компании продажи только там руководителям, учредителям, кто вот сам делает, ты больше никому это не доверишь, потому что никто не врубается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, нормально. Я к чему веду? Вы понимаете, что если понимать этих проблем 10 и решений 10 типовых, можно сделать из них типа скрипт и отдать, ездить на встречу. Просто берешь, задаешь вопрос, собираете вы там базу? Не собираете, отлично. Хорошее дело, потому что даст только продаж. То есть процесс продажи сложного продукта, его можно кое-как описать. Даже такого, как Bittrex. Но нужно понимать типовые проблемы, о них сегодня чуть-чуть поговорим. Первое, то, что нужно сделать, разобраться в модели продаж клиента. Так, про натянуть уже сказал. Я сегодня не смогу проговорить, там, пару десятков решений, да, но вот выписал каких-то базовых, таких совсем базовых вещей, которые дают результат у клиентов, простых совсем, но которые, как автомат Калашникова, дают результат у всех. Еще к чему, нужно понимать три вещи. Первое, проблему в бизнесе системную, точнее, ладно, проблему, окей, повторяющуюся. Потом, системное решение без акцента на Bittrex. Вообще Bittrex нет, да, то есть как системно решится эта проблема. Третье, как эту проблему системно решить через Bittrex. Все, вот если вы понимаете, все три, да, то есть проблему, ее системное решение, ее системное решение через инструмент. Все, вопросов не будет. Ладно, про деньги пока не буду. И вы понимаете приблизительно, сколько решение этой проблемы стоит для конкретной компании. Первое, таск-трекер, рост исполнительной дисциплины. Хотя, назовите мне сами, пожалуйста, из тех, у кого еще тактовая чистота свободная осталась, какие типовые проблемы есть и какими типовыми инструментами они решаются? Кто-нибудь, ну, из тех, кто встречи делает. Микрофон не дам, можно с места громко. Алло, Саня, приезжай, грузим багажник, да? Ну, ладно, окей, может быть. Еще. Чуть более не сенсорно очевидно. Это что такое? А, ну, в смысле, какая-то коммуникация идет, только непонятно какая, да? Кто-то забывает? Не видно, что делает. Хорошо, каким инструментом решается? СРМ решается. Да, СРМ и дисциплина заполнения СРМ, потому что у меня были клиенты, куча которых СРМ. У нас есть СРМ, но почему-то что-то они двух клиентов заводят туда в неделю, и то, когда я за спиной стою. Хорошо, еще. О, это вообще классика жанра, да. Да, я маленькую фишку расскажу из этого. Мы, когда делаем диагностику компании перед ходом проекта, мы всегда делаем такую фотографию рабочего дня, наверное, слышали, да? Когда рядом стоит человек с секундомером и говорит, ты сейчас чем занимаешься? Я сейчас почтуру, я говорю, ага, сколько времени? Ну, и так день-два. Но до этого мы проводим со всеми собеседованиями и говорим, уважаемый, расскажи, пожалуйста, вот ты работаешь менеджером по продажам, из каких блоков состоит твой рабочий день? Ну, я звоню, уезжу клиентам, сколько времени у тебя уходит? Ну, вот этот час, на этот два. В итоге получается сумма два с половиной часа в день, три с половиной часа в день. Те, кто хоть чуть-чуть умеют врать и не краснеть, четыре с половиной часа в день. Чем еще занимается, непонятно. Ну, а после хронометража можно сравнить факт с планом. Вот, хорошо, ну, важное. Каким инструментом решается? Сдать отчеты. Окей, еще. Что, все? Никто не смог посмотреть, что я там написал? Ну, ладно, поехали дальше. Да, мы говорили сейчас про проблему и про, правда, сразу системное решение через Bittrex. Но нужно понимать, каким образом эта проблема решается вообще системно вне Bittrex, хотя бы, для того, чтобы потом можно было решение развить. Так вот, мы ее называем системой постановки задач, потому что не всегда Bittrex используем, но чаще всего. Она позволяет каких проблем избежать? То, что задачи выполняются, контролируются. Никто не говорит из сотрудников, ой, я забыл, или вы мне не говорили, что к 20 числу надо сделать. Хоть говорили на самом деле. Да, там, вот эти системы постановки задач через электронную почту, то, что мы поставили и забыли сами, что поставили. Ну, то есть это вот в коммуникациях с учредителями, гендиректорами компаний, это всегда бывает. Вот, как это решается, то тоже. Вот, теперь, внимание, вопрос на ТК. Сколько для компании стоит рост исполнительной дисциплины на 25%? Система постановки задач, если не было, это даст точно. Сколько денег? Ну, понятно, что не миллионов рублей. Вот. Ну, 20 может. Это я потом все плавно сведу к тому, что программисты продают часы, а это зло. Следующее. Модуль CRM. Все клиенты попадают в одну базу. Мы говорили уже. То есть есть клиенты, которые заявки попадают в базу. Точнее, заявки приходят с сайта, но не попадают в базу. И как-то фиксируется. То есть в стройке, например, приблизительная стоимость льда. Извиняюсь. Стоит там 30-60 тысяч рублей, в зависимости от того, что это загородное. Мы делаем тайны у покупателей всегда. Звоним, там заявки на сайте оставляем, в живо-сайт пишем, в Callback Hunter. Оставляем заявки нам. Были варианты, когда даже не перезванивали. То есть оставляешь заявку, никто не перезвонил. Потом мы с учредителями общаемся. Знаете, мы там оставили заявки, что-то нам никто не перезвонил. Стоимость льда, блин, 30-60 тысяч рублей. Мы звонили по телефону, говорит, здравствуйте, нам интересует конкретно модель. Какие вы можете сделать там скидки или специальное предложение, чтобы мы купили именно у вас? Ну, я поговорю, наверное, с руководителем, что-нибудь попробуем сделать. И перезвоню. Хорошо, перезвоните. Неделя, полторы, две. До свидания. Кто с такими проблемами сталкивался при интеграции? Вы представляете, сколько денег это стоит? Я понимаю, что в стройке средние чеки все равно, но это то, что мы увидели. Сколько мы таких не увидели? Сколько это стоит? Следующее. Контроль количества выполненных задач и полезного рабочего времени. Ну, это тоже к трекеру. Извиняюсь. С тем, что нужно понимать количество на исполнение. Кому-то могут задачи там ставиться, но не выполняться. Или там вот эти вот переносы сроков. У нас тоже бывает, когда у нас какой-нибудь там сотрудник там раз срок перенес, два срока перенес, три срока перенес. Я говорю, слушай, задача, конечно, неважная, но штраф все же будет. Потому что зачем он нам нужен, если сроки переносить? Столько. Следующее. Вот это автоматическое попадание заявок от клиента в базу. Если бы автоматом заявки сайта попадали в CRM, да, то у директора, руководителя отдела продаж, коммерческого и так далее, у кого-нибудь стояла задача рассместь взять и проконтролировать, в какой стадии находятся лиды, то меня бы не забыли. Извиняюсь. Тоже, сколько это стоит для компании в деньгах? Что, ну почему ноль? Ну ладно. Не, анекдот потом. Потерпите, сколько у нас там? 15 минут. Потом анекдоты, кофе. Следующее. Надо мне ускоряться, потому что у нас времени уже мало осталось. Бизнес-процессы. Реактивация клиента, постпродажная работа. Реактивация клиентов о чем это? С клиентом, ну если это не разовые продажи, как дом, например, если это циклические достаточно. Клиент купил, средний цикл сделки – 3 месяца. Через 3 месяца клиент забыли, у него как бы подошел период покупать, но никто ему не будет звонить. Если у вас настроен бизнес-процесс, когда у вас система выкидывает, клиент не покупал 3 раза, ой, ну 3 месяца, звони ему автоматом. Кто делал такую штуку когда-нибудь и видел деньги в этом? О, круто! Станислав, смотри. Так, это один из пяти патронов, которые мы делаем во всех консалтинговых проектах, которые ведем в первом месяце, потому что деньги видны сразу. Только мы, вот я почему сказал Станислав, есть Kosos.ru, наши партнеры в Санкт-Петербурге, которые делают как раз… У них есть приложение «Ваш клиент не забыт», и мы когда-то думали это все руками настраивать, теперь это все намного быстрее. То есть клиент, который… не будет клиентов, про которых забыли, потому что как раз решает коммуникации. CRM-система, она как бы… И сама по себе сбор контактов, она вообще ничего не решает. Решает коммуникация. То есть если у вас прописана коммуникация, она соблюдается, контролируется. Есть отчеты, есть человек, который там смотрит и делает какие-то выводы из этого, работает. То есть решает коммуникация, отнюдь не сбор в одном месте. Так, и телефония. Странно, кстати, что никто не сказал. Кто-то говорил телефонию? У нас как-то был проект по внедрению облака, такой минимальный совсем. Приходим на вторую неделю. Мы там только пользователи зарегистрировали, телефонию подключили. У меня учредители говорят, улыбаются, говорят, знаете, у нас объем продаж вырос на 20%. Я говорю, за счет… Ну, я вообще не понимаю, за счет чего, потому что мы вообще еще ничего не настроили. Угадайте, за счет чего. Неа, не слушайте. Неа. А? Уже говорили об этом. Сейчас вы… А? Не. Не. 20% умыляю вас. Нет. Близко, горячо. Они начали перезванивать клиентам, которые оставляли заявки после шести вечера и до девяти утра. А? А, я думал, в смысле, учредители сами звонить стали. А, ну вот, поэтому… Ладно, вам тогда правильный ответ, я вам за это что-нибудь подарю. Книжку свою электронную. Я вам хотел бумажный привезти, и забыл его вчера вечером в офисе. Серьезно. Вот. Короче, проблемы. У нас таких где-то там порядка 30-35 классических, которые вот совсем можно обсуждать, они будут. Опять что-то. Клик, клик, клик. Ой, ой, ой. Назад теперь. Я сейчас туда иду и помогу. А кто-то вот. Я подошел и открыл. А, да. Следующее. Я буду ускоряться, потому что 10 минут осталось, а мне еще столько вам сказать хочется. Как продать серверовое решение? Как же его продать? Первое. Показать, за счет чего достигается рост продаж. Да, то есть мы будем собирать базу в одном месте, и это совершенно не сенсорная очевидная вещь для того, которая, то есть вот перечислять, что это будет? Нет. Нужно конкретное решение проблемы в бизнесе клиента. Следующее. Найти узкие места в бизнесе клиента в продажах и составить список, сказать, вот у вас косяки. Решаются они вот такими системными моментами. Это следующий пункт. Да, показать решение без битрикса. Потом сказать, вы можете это сделать сами. Вот это можно сделать в Excel, это в Google Календаре, но есть современные системы, которые недорого или дорого, эффективно, быстро и автоматизировано, будет работать скоро. Вот. И потом разработать проект под клиента. Ускоряюсь. Основная месседж в том, что нужно сначала понять проблемы и разобрать их решение. А не, а CRM умеет, вот, там, будет базу вам собирать, плюс у вас будут этапы ведения лидов и так далее. Некоторые вообще не врубают, что такое ряды. Да, то есть, вот, вам будут говорить, махать головой, да, но никто не знает, что такое. Ну, не все. А так как мы с терминологией такой можем общаться, то не все понимают, что стандартизация процесса продаж дает увеличение объема продаж. Да, то, что если все менеджеры понимают этапы ведения клиента, есть время на каждый этап, есть ответственные за каждый этап, и там еще положительные, отрицательные мотивации плюс точки контроля, ну, ладно, об этом не будем, да, то почему-то объем продаж растет у всех. Если процесс не описан, вот, и делается кто как захочет. Следующая фишка. Зарабатывайте на внедрении в 12 раз больше, чем на партнерке. Мы партнеры Bittrex достаточно недавно, до этого несколько лет внедряли его, и даже не думали каким-то образом партнериться, потому что основные деньги мы зарабатывали на внедрении, да, потому что разработать системное решение для компании и внедрить его, да, то есть, ну, для нас деньги, которые на партнерке, они такие, ну, как бы смешные по сравнению с ценниками проектов. Чем хочу с вами поделиться? Перестаньте брать деньги за часы. Да, то есть, вот, мы потратили на это 12,5 часов. Да ладно, вы одним такс-таск-трекером решили в бизнесе проблему о том, что на 25% рост поставленных задач вы сделаны. Сколько это стоит для бизнеса? Какие, блин, 12 часов? Да, то есть, показывайте решение и продавайте решение. Какая CRM-система? Никакой CRM-системы. Есть конкретные задачи, у вас каждый менеджер ездит к клиенту, когда захочет. И то вспомнит, не вспомнит. Ну, голова – хорошее место для обработки информации, плохое для хранения. Процесс должен быть описан и стандартизирован. Вот, вы можете это сделать на четвертом листе, можете, чтобы вам там напоминалки влетали, просроченные задачи и так далее. Сколько это даст денег? Давайте посчитаем. Считайте, получается, там, 20%, 15%. Хорошо, если этот инструмент даст вам рост продаж на 15%, сколько вы с этого готовы заплатить за месяц? Или за 2, или за 3, пока мы это сделаем. И здесь уже рождается ценник за проект. Да. Чего? Ну, есть проекты, когда мы говорим, сделаем только таск-трекер. Вот у нас есть. Будете задачки ставить. CRM там тоже есть. Захотите сами настроить, захотите, к нам приходите. Вы про метрику, как замерять? Давайте мы вопросы на конец уже оставим. Да, да, да. Давайте про вопросы отвечу. Основной месседжей в том, что зарабатывается на внедрении больше, чем на партнерке. В том, что это хорошо продается, это дорого продается. Но это нельзя продать, пока вы не знаете весь список задач, проблем, которые есть. А, и почему вот некоторые там, знаем, что есть определенный тип партнеров, которые хотят продать коробку и свалить. Ну, как бы продали коробку, комиссию срубили и уехали. Ну, как бы оно как-то там работает. Вот у меня сейчас есть два клиента, у которых есть коробка, которая лежит на полке и пылится. Ну, так можно сказать. Она там как-то, но она вообще не работает. Даже тест-трекерами работает. Ничего, они не пользуются. Но им продали, они купили, кто-то получил свои половинку, ну, да, все нормально. Я за что? Делайте простые проекты, небольшие, когда начинаете, и потом их масштабируете. То есть есть такая консалтинговая фишка про то, как вы говорите все, что можно сделать, потом делите на четыре части и говорит, а вот это мы можем сделать в ближайшее время. Говорит, не, она бы все и сразу. Говорит, не, ребят, вот кусочек, может, не сработаемся. Во-первых, когда вы делите по кусочкам, это все дороже стоит. Но об этом не будем сейчас. Короче, мы сами по себе, как компания, очень и очень умеем это делать, поэтому мы работаем с партнерами, которые хорошо. Но мы очень хорошо понимаем проблему в бизнесе, поэтому можем продать. Вот у нас есть такая, нифига не видно, правда, анкета для младших консультантов на выявление потребности с точки зрения, как сформировать решение для клиента. Это только сериал, то, что касается. Я извиняюсь, перебью. На самом деле презентации будут доступны, и все это можно будет в презентации посмотреть. Ну, в принципе, да. Там будет покрупнее. Да, это не для того, чтобы… Это я просто, чтобы вот как у нас выглядит, да, там про настройки воронки продаж, настройки лидов, карточки клиентов, контроль и отчетность. То есть конкретные задачи в бизнесе, которые должны быть, да, и как они решаются. И от этого рождается уже какое-то конкретное там такое или техническое задание по CRM-системе. Это не по Bittrex, это по CRM-системе. А потом относительно, что мы внедряем, мы уже делаем. Дальше. В двух словах. Как выстроить системные продажи у себя в компании? Ну, это больше там для учредителей, владельцев, наверное. То есть это простая такая штука, вы, наверное, где-нибудь точно ее видели, да. То есть у вас должно быть настроено привлечение клиентов на Bittrex 24. У вас должен настроить процесс первой продажи. Пришли с анкеткой на встречу, рассказали, задали правильные вопросы, на них ответили, вы показали ценность, сколько денег можно заработать на этом. И первый раз продали. И следующее. Введение клиента и последующие продажи. Основные бабки на следующих продажах. Для кого не секрет? Можно выше. О, ну нормально. Вы меня радует сегодня. Я опять думал, что руки три будут. Да, то есть не надо сразу приходить продавать коробку. Продайте что-нибудь. Продайте им облако, потом переезд будет еще денег стоить. Да, то есть и зато они сразу результат получат. За небольшие деньги. Это дополнительная ценность для клиентов. Это тоже, это не как навариться. Вы понимаете, да, это не как навариться с клиента. Это как довести их до результата и продавать проекты, когда вы доводите компанию до результата, намного интереснее, чем когда вы продали коробку и свалили. Кто понимает, что это? Ну это приятнее работать. Ага, отлично. Как-то у меня слайды сами переключаются. Разовые продажи или системные? Такие вот пару фишек по поводу, как мы сталкиваемся, когда систематизированные продажи, не систематизированные. Технори не умеют продавать, да, так как не разбирается в бизнесе клиента. Первое, с чего начать. То есть как увеличить продажи, продажи Bittrex 24 в два раза, да. Начните понимать там топ-20 ключевых проблем в бизнесе, их решения. Все. Следующее. То есть не инструментов Bittrex 24, забудьте про Bittrex вообще. Следующая. Основная цель. Продать коробку и свалить, не копаясь в бизнесе. Вот это классика жанра, да, то есть такое тоже забыть. Доход периодический и нестабильный. Потому что, ну, там, партнерка, какие-то комиссионные, еще там ограничения по времени, там, два года или сколько, ну, а надо ли, да, всегда вопрос. Следующее. Ну и основной доход на партнерки, а не на внедрение. Системные продажи. Настроенный, прогнозируемый канал привлечения клиентов. Лендинги, мероприятия, семинары, мастер-классы, там, партнеры с рассылкой по их базам, что это, что у вас только, что только им может не быть. Второе. Решаем проблемы в бизнесе, потом к нам приходят за более крупными проектами. Важно. Следующее. Процесс продажи в Bittrex 24 регламентирован и не зависит от конкретного сотрудника. Вот эту анкетку, да, мы, по большему счету, там, за двух-трехчасовое обучение можем отдавать новому сотруднику, который может просто там вот ключевые слова, да, вопросы, которые задает он. То есть руководители компании, директора, когда он общается, у них там резонирует, да, что это за проблема и как ее решать, да, то есть надо только в колоночку эту пустую записать ответ. И зарабатываем 12 раз больше на внедрениях, чем на партнерке. Это такой минимальную сумму написал, на самом деле. Да, то есть как бы, ну, по облакам, да, старт от 100 тысяч, вот. Это вот там совсем минимум, если так, да, то есть, ну, вы сами знаете, сколько времени на это выходит. Но результат. Важно в первый проект показать результат. Покажете, потом у вас там… Ну, придете, вставите какую-то вот эту реактивацию клиентской базы, она даст 20% роста продажи. Сколько у вас следующий проект купит? Вот. Дальше. А, так, пью. Теперь новость, да, то есть мы решили с первого сентября, с первого сентября, с сентября, вот. Не факт, что еще с первого. Мы сейчас готовим как раз такую программу по обучению партнеров, но это не вот не для крупных, крупных, да, а для мелких, средних студий, которые хотят себе сделать направление Bitrix24 и зарабатывать на нем больше денег. С гарантией результата, что вы сделаете за нее там 150 тысяч минимум продаж. Ну, потому что мы знаем как, а вы знаете, как делать. Она будет длиться шесть недель. Сейчас я ее анонсирую, еще про нее никто не знает, не готова никаких там страниц, анонсов и так далее. Она будет достаточно ограничена по количеству людей. Вот, но очень хочется, чтобы вы напродавали много-много прямо в рамках нее. Вести ее буду я, Михаил Беляев. Кто знает, кто такой Михаил Беляев? А, круто. Руководитель представительства в Санкт-Петербурге. И Светлана Русова, Света. То, что касается технической части, да, потому что у нас, например, ну, не у всех хватает. Опыта, да, то есть по времени мы взяли, собрали наши инструменты, анкеты, документы, регламенты по продажам, части системы обучения, каналы привлечения клиентов. Выписали это в шестинедельную программу по задаче. Там никакого обучения не будет практически. То есть основной смысл программы – это делать и внедрять инструменты. То есть это не обучение. Это шесть недель пахать. Вот. Так, можно теперь мою картинку волшебную? Не получилось? Блин, я хотел вам программу рассказать. Что в каждую неделю будет? Ну, значит, наверное, мы попробуем ее скинуть, чтобы она была рядом с моей презентацией. Мы выложим презентацию с этой картинкой. Пока это будет без картинки, а презентация… Нет, ее надо отдельно. Это такая ментальная карта, которая… Кто знает, что такое ментальная карта? О, приятно работать. Вот. Она такая, я не знаю… Ну, мы договоримся. Ватман, да. В котором написано, что в какую неделю мы делаем. То есть как настраиваем каналы привлечения клиентов. Те, кто в Санкт-Петербурге… Есть кто из Санкт-Петербурга? Класс. Вот. С теми мы прямо на встрече покатаемся. Где-то один-два раза в месяц я бываю в Москве. С теми, кто в Москве, тоже есть возможность покататься на встрече. Именно вместе продать. То есть нас порой привлекают как внешних консультантов, компаний, которые хотят себе интегрировать CRM-решения и боятся, что им программку поставят, и решения конкретного… То есть результата не будет. То есть мы помогаем там какие-то технические задания составлять. То есть мы с двух сторон можем играть. Вот. У нас есть чек-листы по тому, как проводить встречи, чтобы на ней продать. Да? То есть ни для кого не секрет, что продажа – это технология. Да? Если там правильно работать, то будет результат. Вот. Параллельно с этим. Параллельно с тем, что мы продаем в программу встроенное обучение, как сделать базовые проекты и типовые инструменты и задачи в бизнесе решить битриксом. Вот. То есть в неделю это где-то две встречи. Одна у нас будет в вебинарном формате, другая, наверное, в микрогруппах в скайпе. Вот. В рамках которых вы будете прокачиваться и по… А? Что? Ну это не этот слайд, просто я приключил. А, ну… А, кстати, хороший слайд. Да, давайте оставим. Я что-то про него забыл. Да, шесть недель реальной работы, а не обучение. Вот. Научиться понимать типовые проблемы в бизнесе и продавать их системные решения. Все, на этом можно уходить. Да? Вот. На двух пунктах, в принципе. То есть чтобы сделать себе продаж процентов на, наверное, 30 больше относительно того, что есть. Да? Да, этого достаточно. Маленькие, средние студии. Да? Я знаю, что есть вот там достаточно крупные холдинги, у которых отлично построены продажи. Но, еще раз, одно дело продать, другое дело обрадовать клиента, чтобы он увидел там результат. Вот мы рассказываем, как сделать так, чтобы клиент увидел результат, а не продать. То есть это вот не пропаривание. Да? То есть если у вас будет куча продаж и будет куча обиженных клиентов, недовольных, да, то грош цена светлое и доброе имя, можно еще обратно на тот слайд, который был? Дальше. Настроим канал о привлечении Bittrex24. Сделаем продаж на 150 тысяч минимум, это мы с гарантией даем. То есть не делайте, вам деньги все вернуты. А, я еще не сказал на платное, да? А то вы привыкли все на халяву? Так, обучение производства услуги по внедрению Bittrex24. А, хороший вопрос. Сейчас расскажу. Построим продажи чужими руками. То есть если вы, там, генеральный директор-учредитель, да, и вы думаете, вот только Bittrex мне не хватало, чтобы еще по встречам кататься 10 раз в неделю, это делается чужими руками. Да, хуже, чем если вы будете делать сами, но это делается чужими руками. Два занятия в неделю, одно по продажам, одно по производству, домашнее задание, контроль выполнения. То есть пахать придется ого-го. Это не вебинарчики послушать и сделать, что хочу. То есть будет набор определенных домашних заданий, которые нужно сделать. Но 150 тысяч мы прямо обещаем. На самом деле это, там, две продажи, полторы. Дальше. Разбор ваших персональных ситуаций, выезд на встречу с клиентами по СПБ. Ну, когда в Москве буду, можно в Москву договориться. Вот. Но если у вас удаленные продажи, скайп никто не отменял. Вот. Но у вас плюс будет формат работы в микрогруппах, когда вы какими-то своими, там, решениями, кейсами будете делиться. Мне кажется, что это будет круто. Вот. С точки зрения прокачки. 20 мест. По цене. Это… Мы сейчас открыли предварительную регистрацию. Это очень быстро, вот, там, за полдня решили, сделали вам ссылку, чтобы можно было зарегистрироваться. По цене, сколько стоит, сколько может стоить денег? Давайте аукцион, кто сколько, кто, 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 а? 150 тысяч принесет за курс, окей, с гарантией. Сколько стоит? 136. Ну, нормальная инвестиция, да, если так, 100%. Еще. Оно же работает потом дальше, да? 59, ну, нормально. Почему денег стоит? Кто знает, почему это денег стоит? А, класс, уже, да, участвовали в чем-то бесплатно. Кто участвовал в куче бесплатных тренингов и есть конспекты? Ага. А кто ни разу их не открывал? У меня есть такие. Нет, вы что, серьезно? Да, есть? А, честно, есть один человек. Смысл в том, что бесплатно никто ничего не делает. Я не с одним… Первые несколько проектов мы работали за процент от прибыли, которую увеличим. Вот после них мы не работаем никогда. Да, больше. Да, потому что есть классные задачи, есть проект, который согласован, есть учредители, которых это их бизнес, и они нифига не делают. С тех пор я никогда не работаю без предоплаты. Причем мы ее берем там чаще всего 100%, но с проектами выше миллиона берем 50 минимум. Да, то есть не хочешь, не надо. Мне нужна максимальная мотивация, чтобы было ресурсное выполнение этих задач. То есть программа будет платная. Будет несколько пакетов, пока ориентировочно-базовый будет стоить 50 тысяч. То есть это будет один пакет с какой-нибудь персональной премработой с доведением до результата в среднем, будет стоить где-то 50 тысяч. Ссылка QR-код, то есть если по инвестициям с гарантией, когда вы заработаете 150, по-моему, это более чем нормально. Но смысл в том, что нужна ваша максимальная мотивация на то, чтобы делать до результата. Если получится, мы потом будем проводить эти программы просто постоянно, потому что проблема в том, чтобы начать понимать проблемы и перестать продавать инструменты. Все. А, еще. Я, правда, каждый раз прихожу, дарю какие-то книжки. У меня есть, выходит, во-первых, одна книга по СРМ. Вот уже на следующей неделе в магазинах будет. Давайте как-нибудь, я хочу кому-нибудь ее подарить. А хотя давайте я вам всем ее подарю. А можно как-нибудь церцеровать, кто здесь только был, и всем разослать? А мы в «Скайф» напишем. Конечно, я потом их сутки разгребать буду. Ладно, уговорили. Вот у меня есть имейл, там все видно. У меня есть книга, в которой написано про то, какие проблемы решает СРМ. Потому что 9 из 10 руководителей компании нифига не могут объяснить, зачем. Нам надо СРМ, мы хотим Битрикс. Прям вот зачем? Ну какие цели вы? Будем вести там базу. Чем отличие от Excel? Все. А когда вы рассказываете про какие системные проблемы в бизнесе есть, какие они решат, какой будет результат, то проект сразу по ценнику можно на 3 умножать. И для бизнеса это чаще всего недорого. То есть не надо сравнивать, ну про продажи можно 2 часа говорить, надо уже заканчивать. Не надо сравнивать ценники проектов со своим кошельком, какой бы он у вас ни был. Потому что решение этих проблем для бизнеса стоит всегда дороже, чем стоимость вашего проекта. Если вы понимаете, какие проблемы решаете, и доводите их до результата, то есть не накатывайте коробку. Все. На этом, я думаю, все. Если пришлете, вышли вам обратно книгу по тому, как эти проблемы выявлять.